Итак, снова всем доброго времени суток. С вами снова Викерс с очередным видео из жизни авиасимулятора DCS World. Сегодня я не покажу вам никакой летательный аппарат, никакого боевого применения летательных аппаратов. Сегодня я расскажу вам, как ни странно, о танках. Точнее, о наземной технике, которая присутствует в мире Digital Combat Simulator. То есть о модуле, который по-английски называется Combined Arms, по-русски Огневой рубеж. Вот этот вот модуль, который у нас здесь внизу слева присутствует, он позволяет управлять игроку, подключившемуся к любой произвольно выбранной игре, наземной техникой, если соблюдены некоторые условия, о которых я сейчас вам и расскажу. Чтобы нам, правильно, все наглядно показать, нам нужен редактор миссии. Вот мы включились в редактор миссии. Как всегда, мы выберем для экспериментов районного российского Геленджик. И вот здесь, на берегу, мы установим, скажем, ПВО. Российское. Убираем ПВО. Ну и вот Тунгусское. Пускай Тунгусское будет здесь, вот туда сориентировано. Обратите внимание, здесь должен стоять управляемый юнит. Эта галочка ставится по умолчанию, тем не менее, отслеживайте, чтобы она обязательно была. Вот, закрыли. Теперь мы ему выставим цель. Лучше всего возьмем какой-нибудь неооруженный вертолет. Вот, пускай будет американский Хьюи. Вот здесь мы его поставим. И вот такую прямо в пасть Тунгусский проставим. Поставим такие путевые точки. Ну и еще, чтобы наглядно продемонстрировать работу данной системы, данного модуля, где-нибудь здесь мы поставим какую-нибудь незащищенную, но бронированную цель. Пусть это будет, ну, американский, опять же, БМП Брэдли. Пускай он стоит здесь. Пусть он будет на дороге. И поставим где-нибудь недалеко наш российский танк для... Ой, корабли зачем тут корабли? Для того, чтобы мы могли продемонстрировать... То, чтобы я мог вам продемонстрировать, как это выглядит в управлении танком в этом симулянере. Пусть он будет вот здесь где-нибудь. Пожалуй, все-таки лучше чуть-чуть подальше. Потому что Брэдли... Это тоже не... Машинка такая... Серьезная. Может быть, даже стоило несколько иначе расположить. Ну, ладно. Так, так, так. Ну, пожалуй, немного изменим. Вот, пускай Брэдли стоит где-нибудь здесь. И, пожалуй, немножко сместим... Тунгуску. Пожалуй, не будем разносить... Наши юниты по разным... Населенным пунктам. А пускай они у нас все будут... В одном Гиринджике. Сейчас никак не перенесу Тунгуску. Ну, где-нибудь... Вот здесь где-нибудь. Пусть она у меня стоит. Вот. Ну, вот как-то вот в таком вот роде. Сейчас и начнем. В принципе, можно сохранить миссию. Можно не сохранять миссию. Это на ваш выбор. Нажимаем кнопку Старт. Дальше нажимаем Старт. И все пошло. Ну, и вот мы видим начало миссии. Я выбираю обычного вот этого В-командир. Старт. Еще раз Старт. И открывается наша карта вида F10. Мы выбираем Тунгуску. И вот здесь такой вот маленький танчик нарисованный. Вид позиции Пан нажимаем. Нажали. Итак, вот мы находимся в Тунгуске. Единственное, что иногда это срабатывает, иногда нет. Видите, сейчас стволы направлены как бы вниз, в землю. При попытке мышкой просто так поднять, автоматически снова возвращается вниз. Исправится это нажатием колеса мыши. И вот появится такая стрелочка, которая указывает, куда надо, собственно, прицеливание выводить. Вот, к сожалению, приходится ее держать. И таким образом прицелиться. Правой кнопкой нажимаем увеличение. Вот мы видим лагуну бухту Киринджика. Левой кнопкой мы можем стрелять. Вот видите, там летит наш вертолет. Сейчас у нас включены 30-ти миллиметровые пушки. Нажатием клавиши Е мы переключаемся на управляемые ракеты. Делаем увеличение. Ловим цель. И нажимаем пуск. А дальше, к сожалению, не вышла. Ракета почему-то у нас удалилась о землю. Снова нажимаем пуск. И снова, ух ты, ловим цель. И надо удерживать примерно прицел на цели. Чтобы ракета смогла достичь этой цели. Только что-то ракета у нас ушла куда-то очень далеко. И не хочет лететь в цель. Снова не получилось. Снова ракета почему-то вниз идет. Ну хорошо. Дождемся, когда у нас мишень подойдет на дистанцию поражения пушками. И попробуем уничтожить вот так вот ее пушками. Можно, конечно, попытаться издалека. Отдавая упреждения. Но попадание будет не очень хорошим. И не очень уверенным. Вот, ну, пытаемся оправляем ракету. Но ракета уже успевает уйти за цель. Прежде чем я успеваю навестись. Поэтому сейчас мы попробуем вот еще разочек пушками. В интервью, оно рано или поздно подлетит к нам. Потому что я таким образом вейпоинты выставил. Вот, я в него попал. Скорее всего, погибли пилоты уже. Вернее, погиб первый пилот. Второй взял на себя управление. И он пытается от меня скрыться. Но ему это не удастся, наверное. Сейчас мы его уничтожим. Ну все. Black Hawk Down. Ну, там он сейчас взорвется. Ну, давайте еще продемонстрируем, как стреляет по наземной технике. Это 30-мм пушечка. Бамс! И цели нет. Ну и теперь танк. Делаем все то же самое. Переключаемся. Выбираем танк на виде F-10. Нажимаем. Вот этот танк. И все. Мы снова... Значит, чтобы... Сейчас вот у нас вид пулемет включен. Сейчас я вам покажу этот пулемет. Вот. Точно так же клавишами E меняем выбор оружия. Сейчас, например, стоит пушка. Вот так она стреляет, эта пушка. Сейчас я... Вот видите, я... Нет, не получилось. Чтобы начать движение, мы переводим опять клавишу X, скорость, переднюю. Да, и клавишами V, A, S, D традиционно управляем перемещением. Сейчас мы разгонимся до определенного момента, до максимально допустимой скорости. Вот, ранее, 60 км это максимальная скорость для танка по асфальту. Нажимаем кнопку T, автомат поддержания скорости. Дальше, собственно, управление само по себе можно делать. Видите, пушка у меня, оставшись без руководства, сама по себе задралась. Ну, немножечко сейчас срежем путь. Ну, пора уже начинать. Вот, пушка автоматически у меня... Так, значит, убираем скорость в нейтраль. И отритормаживаем. Видите, справа вверху у нас есть такая схема положения пушки относительно корпуса. Снова переключаем переднюю скорость и начинаем потихонечку двигаться вправо. Ибо наша искромная цель находится где-то там. Вот, а пока слабо двигаемся вправо. Изучаем местность. Переключимся сразу на управляемые ракеты. Задача стоит в том, чтобы успеть обнаружить цель и выстрелить первым. Потому что в Брэдли есть точно такие же управляемые ракеты, которыми он может легко меня уничтожить. Где-то здесь он находится. Двигаемся, двигаемся. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Вот он. Зафиксируюсь. И выстрел. И удерживаем ракету на цели. И все. Цель поражена. Ну, можно еще немножко похулиганить, пострелять с пушки, например. Или еще позапускать ракеты. Посмотреть, как они действуют. Пулемет. Если у нас есть на миссии живая сила противника, пехота. То есть, можно попробовать им поуничтожать. Но в целом, вот примерно так это все работает. Работает. Танк. Довольно серьезная вещь. С одного выстрела из пушки его, в принципе, не уничтожишь. Но можно повредить сильно. Можно устроить таким образом, например, целые танковые сражения. Скажем, с несколькими бойцами. Но вы видите, что прорисовка земли, когда она вблизи, сильно уступает тому, как это выглядит с воздуха. Потому что это все-таки авиасимулятор, а не World of Tanks. Поэтому вот это все интересный модуль, но только это второстепенно все. Летайте на самолетах. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Смотрите еще нас. Всем до свидания.